В этом году конкурсу социальных и культурных проектов исполняется 15 лет. За это время нефтяниками были поддержаны более 280 проектов, и каждый получил практическую реализацию. Сегодня победители определяют в нескольких номинациях. Это экология, спорт, молодежные инициативы, духовность и культура. В последний, к примеру, в этом году победил проект студии мультипликации «Мультяшка». Автор совместно с воспитанниками дошкольного учреждения будет создавать детскую анимацию. Очень много мультипликационных произведений, которые не несут какой-то положительный эффект, а чаще просто развлекательный характер. Мы же хотим, чтобы в ходе создания мультфильмов ребенок сам наделил положительными качествами героев, сам их создал, сам проиграл. То есть где-то в какой-то момент почувствовал себя и режиссером, и оператором одновременно. В номинации «Спорт» была отмечена Коголымская федерация инвалидного спорта за проект «Пинг-понг», «Вектор целей», «Начало пути». Не осталась без внимания инициатива коголымчанке Лилии Курамшиной. Она предложила проект «Я познаю мир». Также ценной награды досталась Муниципальному центру социального обслуживания населения. Проект «Рука в руке» будет направлен на реабилитацию детей с тяжелыми формами нарушения развития. Среди победителей были работы и жители сельского поселения «Рускинская». Благодаря грантовой поддержке будет издана книга об истории поселковой школы. Автор – Мария Стыдниченко. А Ирина Владимирова сможет реализовать идею, которая была задумана еще 10 лет назад. В «Рускинской» создадут мемориальную экспозицию с именами ветеранов Великой Отечественной войны. Более 50 семей «Рускинской» предоставили сведения о своих фронтовиках. Осенью этого года мы планируем продвинуться дальше и собрать еще больше информации. Особую ценность для нас будут представлять имена коренных малочисленных народов Севера, чьи семьи сейчас живут в «Рускинской». Как заявили победители, каждый проект будет реализован в течение года. Большой репортаж о тех, кто благодаря поддержке нефтянников свою идею воплотит в жизнь, смотрите в итоговой программе «Вместе о главном». Денис Есматули, Николай Сапожников и Алексей Николаев. Специально для новостей.